Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ставим помешан на аниме, и это не просто просмотр, это всевозможная символика в телефоне, на аватарках, на обоях, ноутбуках, тест-сетях, это просто везде. Зачастово он отказывает мне в общении, потому что занят просмотром. Естественно, обычным аниме это не ограничивается, в ход идёт то, что 18+, последний факт не приятен, потому что темы там достаточно мерзкие. Он согласился всегда в обещании не смотреть, что, конечно же, нарушил. Я понимаю, что даже отношения не даёт мне права указывать или просить об отказе от своих интересов, но всё это человек нарушил обещание и было неприятно. Против фильмов данного, теперь ничего против не имею, но это уже помещательство какое-то. Человек перестал развиваться и пытался стать лучше, просто сидит на одном месте и пускает люди на эти картинки. Я пытался отнести его к психологу, но он на отряд отказывается, говоря, что это нормально. Но я не считаю, что 20 лет сидеть и смотреть мультики словно днями нормально. Как его уговорить ходить к специалисту? Как объяснить ему, что мне неприятно, когда он смотрит аниме 18+, причём, когда знает, что я прыгаю будто на показ, хоть я и просила так не делать. Я пытался с ним поговорить и уже даже как-то общаялась, но не хочется бросать человека, хочется ему помочь идти вместе. Но как быть, если я этого хочу ещё одна, ему нравится просто деградировать. К примеру, он перестал общаться с своими друзьями, ведь времени на просмотры мультиков не хватает. Ну, во-первых, нужно здесь понимать очень чётко, что вы столкнулись с комбинцией человека к избеганию реальства. Это первое, что нужно понимать. То есть нужно понимать, что человек, к сожалению, избегает реальства. И эта тенденция, она достаточно сильная. Эта тенденция, она не будет, скорее всего, меняться до тех пор, пока человек сам не достигнет определённой точки, критической точки. То, что делаете вы, вот то, как действуете вы, я бы сказал, что его мотивирует только. То есть то, как вы действуете, мотивирует его на то, чтобы продолжать оставаться в своём состоянии, продолжать оставаться в своём вот текущем положении, просто потому, что он знает, что вот есть вы, да, человек, который, в случае чего, там, его как-то спасёт, да, в случае чего ему как-то, ну, как-то поможет, поможет и так далее. Вот. На мой взгляд, ваша, именно вот ваша конкретно, конкретно ваша проблематика заключается в том, что вы человеку не говорите как-то о своих собственных сестрах. То есть вы в основном как-то вот запрещаете ему и так далее. Да, вы говорите о том, что вам неприятно, вы говорите, что вам неприятно, но это всё. На мой взгляд, этого мало, на мой взгляд, этого недостаточно, на мой взгляд, этого мало для того, чтобы вы как-то, значит, находиться в контакте с вами, вот, потому что вы, ну, прибегаете к таким аспектам, да, как запрет, вы прибегаете к таким моментам, как, значит, ну, по сути, тянете человека, то есть пытаетесь, пытаетесь тянуть его за собой, вот. А правда заключается в том, что, ну, что человеку это не нужно. То есть правда заключается в том, что человеку не нужно. То есть сейчас он находится в такой стадии, сейчас он находится в таком вот состоянии, да, условно говоря, когда, ну, его всё устраивает, вот, то есть его, его устраивает абсолютно то, как он живёт, его устраивает абсолютно то, что он делает, вот. Вот это нужно, нужно это понимать, нужно понимать, что его устраивает, как бы вы, как бы вы сами к этому не относились, ну, не относились, как бы вы сами это не видели, вот, его это устраивает. И вам вот это, на мой взгляд, нужно, как бы, ну, увидеть. А вы пытаетесь человека ломать и ведёте себя в целом, как человек, который знает, как лучше жить другому. Вот, ну, совершенно очевидно, что это не так, да, совершенно очевидно, что вы не можете знать того, как жить другому. Вот, ну, просто потому, что все люди разные в этом смысле и это нормально. Безусловно, можно говорить о том, что состояние вашего мужчины, да, вызывает запрос. Безусловно, 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 можно говорить о том, что он, ну, как-то, как-то, да, и себе вредит, да, можно говорить о том, что он, ну, вот, как вы говорите, деградирует и прочее. То есть я не буду, я не буду это отрицать, потому что, ну, на мой взгляд, это довольно, довольно бесполезно. Вот. Но так же, но так же, я думаю, что вы не помогаете человеку. Я думаю, что вы только ему, ну, вредите тем, что он чувствует себя, ну, вот, в этом смысле, да, он чувствует себя безнаказанным. То есть он чувствует себя сильным, он чувствует, что, чтобы не делать, вы все равно, там, словно говоря, будете с ним, потому что вы пытаетесь ему помочь. А вы увязаете в этой надежде ему помочь. По сути, ну, можно говорить о наличии созависимости. То есть, когда вы пытаетесь человека изменить, да, когда вы пытаетесь изменить человека, значит, ну, вместо того, чтобы определиться для себя, да, вот, да, вот, как вы относитесь, как вы относитесь, там, условно говоря, к тому, что он делает. А плюс, если вы к этому довольно определенно, то есть вы, ну, говорите о том, что вам неприятно, вы говорите, что темы мерзкие и так далее, то есть это, в принципе, ну, вот, ваша позиция. Ну, вот, какой бы она ни была, ни была, это ваша позиция. И к вашей позиции нужно относиться уважительно, в первую очередь, вам самой. Когда же вы, условно говоря, там, или терпите, или когда вы ждете от человека, что он изменится, или когда вы надеетесь решить проблему, значит, ну, походом к специалисту, да, вот, к большому сожалению, в этот момент вы относитесь к своей позиции неуважительно. Вы ее продаете. А, значит, молодой человек ощущает, что вы, ну, не твердо стоите на ногах, что вы не твердо украситесь на себя, что он вам важнее, чем, условно говоря, вы, ваши ценности и так далее. Еще один важный момент заключается в том, как развивалась его такая вот тенденция к тому, чтобы смотреть мультики. То есть это было с вами в отношениях. Ну, началось, в смысле, это с вами в отношениях, когда он был. Или это началось до того, как вы, ну, условно говоря, начали встречаться, и вы вот пришли уже, когда, я имею в виду, в его жизнь, вы пришли, когда он уже увлекался этим. Это очень важно. Потому что то, как развивались отношения, как развивались, это, ну, скажем так, тенденция, да. Вот. Очень хорошо может, ну, показывать историю, историю вашего взаимодействия. Вот. Я должен сказать, я должен сказать, хоть и прекрасно отдаю себе отчет в том, что вам это может не понравиться, но я должен сказать, что если молодой человек начал смотреть мультики, ну, больше нормы, да, с вами, то, значит, вы как на него повлиялись. То есть это в том числе и ваше влияние, это в том числе и ваше ответственность. И здесь вот уже нужно смотреть на то, какие у вас отношения. Не являются ли они деструктивными, не являются ли они, ну, какими-то болезнями, например, для, ну, например, для мужчин, да, например, для вашего молодого человека. А если, например, возникает такая, такая, ну, такая ситуация, да, да, например, например, возникает такая ситуация, что вы как-то вот склонны, там, допустим, ну, допустим, вы склонны занимать какую-то вот доминирующую, например, позицию, да, допустим. Или вы склонны, там, к тому, чтобы, ну, как-то учить человека, да, или вы что-то ещё делаете. Вот, это всё, к сожалению, оказывает существенное влияние. Так или иначе, это оказывает существенное влияние. И это важно понимать, это важно учитывать. Поэтому я думаю, что сначала нужно увидеть, если мы говорим, например, об избегании, да, мужчины реальности, то вот какой вы вклад в это внесли, нет какой-то цели вас обвиняют, там, или подумайте, но просто вот разобраться с этим очень важно. Очень, очень важно это, ну, понять и увидеть, на мой взгляд, по крайней мере. И тогда, в общем и целом, картинка будет более полной. Вот. В общем и целом, тогда картинка будет более ясной, в общем и целом, тогда мы сможем, вот, какие-то, ну, какие-то выводы сделать. И, может быть, если вы постараетесь в себя разобраться, да, если вы вот разберётесь с тем, как вы реагируете на то, что он делает и так далее, например. Вот. И сможете более точно передать ему, что с вами происходит, а также поработать с личными границами своими, в первую очередь. Вот. Что, вероятно, проблема будет решена. Вот. Вот. Вероятно, проблема будет решена не сразу, да, то есть, вот, ну, проблема будет решена настолько, настолько, насколько возможно это сделать, насколько это возможно для мужчины, вот. Вашего. Вот. Тем не менее. Вот. Очень важно здесь также разобраться с тем, как вы к человеку относитесь. Вот. То есть, говорим ли мы здесь, к примеру, о том, что мы о любви, ну, вашей любви к мужчине, да, допустим, говорим ли мы об этом, или говорим ли мы о, там, например, симпатии, или мы говорим, говорим, например, об ещё каких-то моментах, моментах, вот. Это тоже очень сильно влияет, как мне видится, ну, вот, конкретно, конкретно в вашей ситуации. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует. Продолжение следует. Ост Burton скрыта. Как форум nächörtское время. Остальное действие. Продолжение следует.